Отец Андрей, спасибо, что согласились говорить за сербский спутник. Вы очень известны в Сербии, у вас издано больше 10 книг в сербском переводе. На русском я не знаю, но, вероятно, намного больше. Ну вот, мы последний раз сами встречались в Сербии, и, к сожалению, эта пандемия очень многое изменила. И мы живем в трудные времена, когда люди теряют веру, они одинокие, изолированные, есть такое отчуждение людей, и вот ценности сыплются, ценности рушатся. За что тогда держаться? Скажите. Последние десятилетия царствовала такая идеология, бездумного комфорта. Ну, все есть и все можно. И вдруг на смену этому положению вещей пришла эпоха такого страха за свою биологическую жизнь. По сути, как консервным ножом, как банку вскрыли, гнилое нутро современного человека. Оказывается, современный человек не молится, или почти не молится, очень плохо надеется на Бога, очень боится за себя, и готов отказаться от всех своих прав и свобод, ради того, чтобы его жизнь продлилась на какие-то годы. Это такая школа, такая пощечина, если хотите, всем нам, людям, именно этой нашей европейской цивилизации. Такая пощечина, которая ставит нас на место. Выход только один всегда. У нас сколько не было у нас бед, у нас выход только один к тому, кто нас создал. Это все от его руки, это все, значит, как книга пророка Аввакума. Он говорит о Боге, что перед лицом его идет язва. А за стопами его знойный ветер. То есть там засуха или болезнь, или что-то еще, оно все связано с Богом. Современный человек этого не делает. Он не связывает события жизни, там снег, лед, засуху, дождь, болезнь. С Богом никак не связывают. Связывают все с чем-то, какие-то причинами. А на самом деле это все имеет происхождение, эти связи такие с нравственным законом и с нашим отношением к Господу. Поэтому возвратитесь, блудные дети. То есть Господь через любую беду говорит, вернись ко мне. Ты без меня ничего не можешь. Ты трусливый, слабый, одинокий, несчастный человек. То есть ты забыл про это. Я тебе напомню. То есть надо возвращаться к Богу, к человеку с покаянием, с благодарностью, с молитвой. И с желанием перемениться. Если мы вернемся к обычной жизни, это должна быть лучшая жизнь. Не та, которая была. Гульки, клубы, рестораны, ели-пили, веселились, ни о чем не думали. Такого не должно уже быть. Вернемся к нормальной жизни. Должны быть немножко лучше. Это какое-то предупреждение. Я помню, что вы мне сказали в интервью два года тому назад, что конец мира может быть ближе, чем мы думаем. Конечно, конечно. Это может быть все очень стремительно. Потому что сроки скрыты, но надо быть готовым. Потому что все может быть очень стремительно. Надо иметь страх Божий. Безусловно. Это все имеет одну только большую провиденциальную цель. Научить человека Божьему страху. Что бы там ни было, какие бы там ни было. Были же гораздо более жестокие вещи. Были времена, когда трупов было так много, что их хоронить не успевали. Они лежали, как помет на улице. И в это время все равно люди возвращались, как-то каялись и помогали друг другу. И брали себя в руки. И не давали себе отчаиваться. То есть по этой беде мы видим, что мы стали гораздо слабее. И это как бы какая-то война. Кроме этой пандемии, русский народ перед многочисленными вызовами. Какое-то странное время пришло, когда русские стали опять как в советское время виноваты во всем. Почти виноваты и в том, что ветер дует. И вот они стали какими-то зловещими, ужасными. В глазах общества. Ну, в глазах западного общества они видят только плохое в русском человеке. Что произошло? Почему? Почему это? Как вы это объясняете? Потому что мы знаем, что русский человек, он на самом деле и Россия, она носитель православия и носитель духовности. И так всегда было. Русский народ в его нынешнем качестве, и, надеюсь, в будущем еще больше, он является упреком для современного Запада. Потому что мы вернули себе то, что когда-то потеряли. А они потеряли то, что раньше имели. То есть еще, например, в годах 60-х, 50-х, ну, скажем, до эпохи Битлз, так говорят, Америка, это была очень набожная страна. То есть сегодняшнее ЛГБТ-движение, сегодняшнее там БЛМ-движение, сегодняшнее это трансгендеры, эти все там эти сексуальные, эти все эти изменения кода сексуального, невозможно было представить. Это была пуританская, набожная страна, где все воскресения были по церквям, все читали Библию и так далее. И они начинали стремительно терять это все. То есть Европа вообще, она, конечно, пионер безбожий. Америка тоже пошатнулась, как бы начала сыпаться вот именно изнутри. А мы сменили Красную эпоху, Советскую эпоху на Новую эпоху. И мы, как бы ни было, мы трудно, тяжело и медленно, но возвращаемся к Богу Отцов наших. И мы являемся упреком для них, потому что мы пытаемся хранить все то, на чем выросла и укрепилась западная цивилизация. Поэтому мы для них являемся идеологическими врагами. Кроме этого, Россия обладает колоссальным потенциалом природных богатств и огромной территории, которую она, по сути, не завоевывала, она просто как бы мягко распространялась в большинстве случаев. И вот это потенциальное богатство, плюс возврат к библейским ценностям, это делает нас врагами для западного человека. Потому что западный человек, он экспансионист. Посмотрите на Европу, какая она маленькая. Посмотрите на карту мира, сколько всего было в руках у европейцев. У Португалии было пол Африки, у Англии было пол мира. Вот эта маленькая Европа, она экспансионистская на самом деле. У них характер такого захватчика, как Яфит хочет всем миром владеть. Поэтому у них этот характер не изменился. И они будут видеть в нас препятствия и идеологического врага. Для этого включаются все мощности информационные, для того, чтобы очернить образ России, представить нас в виде каких-то всемирных злодеев и так далее. Мы такими не являемся. Может быть, мы бы и хотели быть такими. Иногда хочется быть жестче и сильнее. Но мы не являемся такими. Мы гораздо добрее, чем нас представляют. Гораздо спокойнее. Вот эта идеологическая духовная вражда. Существует идеологическая духовная вражда по отношению к России, она не закончится. И этой мягкостью на самом деле русский человек и одерживает победу? Тем, что не отвечает таким же способом? Вот Света Николаев, сербский, да, Велимир Ильич? Он говорил, что вот это евангельское блаженство блаженны, кроткие, ибо они наследуют землю. И он говорил, он знал Россию хорошо, он и бывал здесь не раз. Он говорил, что посмотрите на русских людей. Более кротких людей вы в мире не найдете. Гляньте на русского крестьянина, на русскую женщину. Это самые кроткие люди в мире. И поэтому они, кроткие, наследуют землю. Поэтому у них самая большая территория земли на планете. То есть кроткие действительно наследуют землю. Не сильные наследуют землю, а кроткие. Сильный пошумит, пошумит и исчезнет. А кроткий будет жить долго и длинно. Так что мы, да, на самом деле русский человек, он силен своей кротостью, двужильностью и долготерпением. Бисмарк, который тоже здесь долго жил, он предупреждал своих сородников, что воевать с Россией тяжело, потому что русским очень мало надо. Они умеют обходиться очень маленьким и терпеть очень долго. И русского солдата мало убить, его еще нужно повалить. Потому что он продолжает стоять даже мертвым. Так что русские действительно сохраняют в себе какой-то такой угрожающий для Запада потенциал. И нам нужно просто смириться с этим, с тем, что наш враг не успокоится. Как тот же Аввакум пишет пророк, надменная душа, как бродящее вино, не успокоится. И тут, конечно, очень большая схожа с сербским народом. Потому что мы в свое время, а может быть и сегодня, мы тоже были плохими парнями для Запада. Они только видели плохое в сербах и считали их, и сегодня, к сожалению, мы это видим, считают, как они говорят, фактором дестабилизации. Но есть такое впечатление, что русский народ повторяет судьбу сербского народа? Или, может быть, и наоборот, какое-то сплетение такое? Есть взаимное повторение, да. Есть очень большая психологическая похожесть и равные исторические судьбы. Вот тот же Велимирович Святой Николай, он когда услышал про царя Николая, про его убийство, и его семьи, жены, детей, он сказал, вот новый Лазарь, вот новая Косово. То есть и сербы, и русские знают, что можно проиграть, но выиграть. А можно выиграть, но проиграть. И, конечно, на сербов смотрят, как на... Я так понимаю, что в Европе смотрят на сербов, как на братьев русских и угадывают вас в нас, а нас у вас. Поэтому отношение к вам будет такое же самое, как и к нам. Я это вижу по западным церквям. Вы знаете, вот, например, в румынские церкви ходят только румыны. В основном. Допустим, в болгарские церкви только болгары. В греческие церкви только греки. В русские церкви ходят все, сербы тоже, безусловно. И в сербские церкви ходят все, и русские тоже. Я знаю, из Чикаго, там в сербской церкви есть хор, в котором поют тоже и русские. Новогречаница, да? Да. Владыка Лонгин, кажется. Очень хороший человек, да, и очень интересный монастырь. В общем, у нас очень похожая судьба и очень схожий характер. То есть, вот как Лазарь, князь Лазарь получил на Косовском поле от ангела извещение, что народ твой будет верить всегда и будет православный до конца мира. Видимо, такая же судьба ожидает и русский народ, и поэтому отношение к нам будет такое же. И вот это страдание и у русского, и у сербского народа это то, что их сближает. Через историю просто. Да, крестоносный в веках, как там говорят. Народ сербский крестоносный через века. И русский народ тоже крестоносный. Много параллелей между нашими народами. Одна из параллелей это то, что вот призывают украинцев и Украину повторить сценарий, который в Сербии испытывали в Хорватии, когда была операция «Гроза». И вот просто сделать то же самое на Украине. Ну, как вам это кажется, возможно ли такое? Операция в сербской краине, да, вы имеете в виду? Да. Это этническая очистка, равной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны. Сравнить можно только с хорватскими усташами или гитлеровскими концентрационными лагерями. То есть, это было уничтожение по этническому признаку огромного числа людей. Украинские власти нынешние, не народ, нет, народ там разделен на фракции, а власти нынешние это фашистующая власть. Поэтому, конечно, им нравится эта идея молниеносного, тотального уничтожения большого числа людей и зачистки территорий под ноль. Только не получится у них. В этом случае у них не получится. Русскоязычное население, русские там на Украине они духовно тоже сильны. Донбасс это сильные люди. Это очень сильные люди. Они особые закалки люди. Но и в любом случае карты легли по-другому. То есть, у этих бандитов ничего не получится. К сожалению, еще одна параллель неславная между русской и сербской церквями это то, что происходит в Черногории. И вот там как вы знаете много раз говорили про эту так называемую Черногорскую православную церковь. И вот это конечно отзывы к этому или они повторяют опыт непризнанной украинской православной церкви. Но с той разницей, что это украинская получила томас от сининской патриархии. И вот как вы считаете нам следует опасаться такого сценария в Черногории? Или вот черногорские так называемые православные они поражены? Следует опасаться. Помните на тайной вечере еще Иисус Христос говорил Петру, что дьявол просит разрешить ему сеять вас как пшеницу. Значит у лукавого есть одна цель рассеивать, разбивать наночасть и властвовать по отдельности. Очень плохо, что патриарх Константинопольской Церкви, Святейший Варфоломей, в данном случае является орудием каких-то странных сил. Значит идет на поводу этого процесса дробления и нивелировки канонических правил. Я думаю в Черногории надо опасаться этого. То, что вы победили это хвала митрополиту Амфилохию Царству Небесное и народу Божьему, который никто не организовывал, который из недр своих поднялся сам. Это та хорошая черта в сербском народе, которая есть, которой можно хорошо поучиться. Когда люди, их не нужно агитировать, они знают сами, они знают правду, они выходят и начинают заявлять о своих правах. Но я думаю, знаете что? Я думаю, что и для черногорской и для русского народа очень важно знать историю своей страны, духовную историю своей страны. Вот если каждый мальчик и девочка в Черногории и Сербии прочитает хорошенько житие Василия Острожского и поедет к нему, если каждый будет знать про Петра Цитинского и поедет к нему, если каждый будет знать по какой земле он ходит и какая история была на этой земле и кто самые лучшие людей этой земли, это будет очень сильно влиять на то, как мы будем вести себя в повседневности. Я, например, уверен, что русским школьникам полезнее было бы знать житие Серафима Саровского, гораздо полезнее, чем половину предметов, которые они приходят в школе. Потому что они забудут эти предметы, а Серафима Саровского не забудут. И у вас, и у нас здесь одна проблема исторической памяти. И если мы будем держаться корней, конечно, будем крепче и серьезнее, тогда зубы врагов будут ломаться в очередной раз о единство народа, как это было в Черногории в последние годы. То есть вы считаете, что не надо расслабляться в Черногории? И после этих протестных молебней, как бы мы считали, что поразили западные планы? Поразили. Мы нанесли им очередной удар, но у Запада есть одна характерная черта, усвоенная ими от, может быть, еще римских времен. Проигранные сражения не отбивают у них охоты драться дальше. Они упорные, настырные. У них стратегическое мышление. Они думают наперед, на годы, годы, годы. И если они получили по морде раз, это не значит, что они забыли или испугались. Они будут делать то же самое, только с другого боку, другими способами, через других людей. Джукановича не получилось, они другого найдут. Там не получилось. Не найдутся какой-то, говорят, у Тунберг какой-нибудь, там Черногорскую, там, ну, там. Они будут лезть и к молодежи, и в СМИ, и в политику, и в церковь. Они будут... Они не сворачивают со своего пути. Не сворачивают, да. То есть нужно хорошо знать, что наш враг с пути не сворачивает. Отец Андрей, как вам выглядело введение в трон митрополита Яныкия на Цетине? Вот, это был очень серьезный инцидент. Но из России вот это дико смотрилось? Да, конечно. Конечно. Ну, в каком-то смысле мы даже были как бы готовы к тому, что будут сложности в интернизации. Вот. Но, слава богу, все прошло. Все прошло хорошо. То есть, ну, видите, нету этой любви, о которой говорят наши, так сказать, друзья. Они говорят о любви, о мире, о согласии. На самом деле, они очень злые люди. И они не хотят, чтобы кто-то жил по-своему, а не по-ихнему. Значит, поэтому, конечно, нам нужно... Нам нельзя расслабляться. Есть такой тезис, который мы можем услышать из Запада, что вот сербская церковь – это продолжение, как бы, рука русской православной церкви, и что способствует расширению влияния России и российской православной церкви на Балканах. А иные говорят, что даже вот русская православная церковь намеренно использует сербскую церковь, чтобы в таких интересах своих. И сербская церковь, и русская церковь – это рука Пятидесятницы. Это рука Сушествия Святого Духа. День рождения Церкви Вселенской – это Сушествие Духа Святого на апостолов. И вот наша церковь – это рука Святого Духа. И все. Никакой политики, значит, никаких там этих... Мы неизбежно встречаемся с кем-то, говорим с кем-то, думаем о чем-то, пишем о чем-то, но главное, чем живет наша церковь и ваша церковь – это тем, что скажет Дух Святой, что Дух Святой покомандует над нами, куда Он направит наши стопы. Поэтому мы не рука Кремля, и вы не рука чего-то там еще, а мы рука Божия в этом мире. И наше дело – это распространять познание Иисуса Христа от края до края. Вот и все. Поэтому враждебность к церкви нашей – это, в общем-то, враждебность к Иисусу Христу, к царю церкви, к голове церкви. То есть они могут не понимать этого, но они не любят нас не за то, что у нас там глаза другие, или песни другие, или там еда другая, или там политика другая. Они не любят нас за то, что... Они просто, наверное, Христа не любят. Вот и все. И вот еще одна политизация, так сказать, и попытка, на самом деле, политизации церкви – это утверждение, что сербская православная церковь, она как бы часть великосербского проекта, который проглотит все остальные народы. То есть постоянно пытаются сербской церкви навязать политическую роль. Ну, вообще, не видно этого в истории. Я этого в истории не вижу. Я слышу сегодня, например, о, допустим, планах создания Великой Румынии. Я постоянно слышу там о Великой Албании. Я слышу, допустим, там великие польские идеи, там от Можа до Можа, от Балтики до Черного моря, там идея Великой Польши. Я слышу самые разные политические идеи. Я никогда не слышал от сербских политиков, значит, идею какой-то Великой Сербии, которая бы там поглотила Хорватию, Словению, там Македонию, там что-то еще, возобновила Югославию. Таких идей у Сербии, по-моему, нету. Я не слышу их. Я слышу совершенно другие идеи, именно о каких-то фантомных идеях создания каких-то великих таких, возрождения старых империй. Но это не от сербов исходит. А тем более от сербской православной церкви. Или им мешает то, что она служит там, где есть сербский народ? Сербы, конечно, будут везде, где они компактно проживают. У них везде будут монастыри, везде будут крестные славы, везде будет Рождество и Пасха, везде будут воскресные школы. Это неизбежно. Везде, где сербы будут жить, везде, где русские будут жить, везде, где будут жить греки, везде будет православный храм, воскресная школа, праздник, пост, проповедь, Евангелие. Это, может быть, просто этого им не хочется. У Церкви Божией есть идея, есть повеление от Господа распространиться по всей земле. Но это не экспансионизм, это не имперская идея, это идея братской любви между всеми народами. Вот эта идея у нас есть. Других идей у нас нет. Часто говорят, что на самом деле сербский народ, в том числе и сербская церковь, страдает, потому что она препятствия для планов Запада вторжения дальше к Востоку и к России. Ну, как вам эти такие торкования того, что происходит в последние десятилетия с сербами? Это похоже на правду. Ну, как вот сказано нам Господом нашим, что в мире скорбны будете, но дерзайте, я победил мир. То есть мы, конечно, кому-то мешаем. Мы, конечно, сами того не желая, мешаем чьим-то планам. Если я, например, буду как священник проповедовать людям до брака чистоту, а в браке верность, я буду мешать сразу кому-то. Я буду мешать тем, кто не хочет, чтобы до брака люди были чистые, а в браке верные. Значит, я буду мешать. Но я же не собираюсь специально им мешать. Я хочу, чтобы люди жили по-божьему. И все. Как только я захочу этого и начну делать что-то, я буду сразу всем мешать. Если я скажу какую-нибудь еще правильную мысль, например, о том, что нужно, ну, скажем, отделять десятину от того, что заработал, и найти того беднее тебя, которому нужно эти деньги больше, чем тебе, я тоже буду кому-то мешать. То есть что бы хорошего я ни сказал, я сразу начну кому-то мешать. И мы должны помнить об этом, что человек, желающий делать добро, евангельское добро, он неизбежно превращается во врага для очень большого числа людей. Он этого не хотел и не искал, но превратился во врага, потому что есть много людей, которые не хотят жить по Евангелию. И которые ненавидят тех, кто хочет жить по Евангелию. Вот это, собственно, и есть источник нашей враждебности. – Но не русские виноваты в том, что кто-то имеет плохие планы? – Нет, мы не виноваты в этом, конечно. Мы должны просто иметь здравое понятие о том, чем живут другие люди. И доброму, знаете, свойственно смотреть на мир по-доброму. Ему трудно представить, что кто-то хочет зла. Если я не ворую, мне трудно представить, что кто-то ворует. Если я не развратник, мне трудно представить, что кто-то без разврата жить не может. А надо понимать, что если ты не хочешь зла, то это не значит, что все его не хотят. Поэтому это такое неприятное занятие – пытаться разобраться в чужих намерениях. Как у нас в басне Крылова Ягненок говорит, что с волком спорит, и волк ему говорит, молчи, щенок, устал я слушать. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Сказал их в темный лес Ягненка-Поволок. То есть мы виноваты только одним. То есть кому-то кушать хочется. Кому-то хочется съесть наш лес, нефть, алюминий, никель, золото, пушнину и так далее, газ. Кому-то кажется, что мы слишком большую территорию занимаем. Кому-то кажется, что мы на кого-то напасть хотим. Кому-то что-то кажется. Кому-то хочется кушать в Косово. Вы упомянули царя Лазаря. И вот эти страдания, испытания сербов в Косово продолжаются. И вот как вы видите этот вопрос? Можно ли вообще найти выход из проблемы Косовской, проблемы сербов Косово? Из проблемы Косово выйти в ближайшее время не получится. Но нужно избежать того, чтобы проблема Косово разошлась по всей Сербии. Блаженной памяти Павел, святейший Павел, патриарх сербский, говорил, что если албанка рожает пятерых, а сербка делает пять абортов, ну как и так он говорил, рожает она, то эта земля будет не наша. Надо, чтобы мы... Это и в России проблема та же самая, и у вас. Надо, чтобы русские женщины и сербские женщины перестали убивать своих детей. И чтобы мужчины перестали им в этом помогать. Чтобы мы перестали вымирать. Потому что вымирающие народы освобождают территорию для чужих. А чужие будут там жестоки. Эта проблема может стать тотальной. Не только в Косово. Она может стать тотальной для целой страны, и для вашей, и для нашей. Поэтому нам нужно полюбить людей. Опять себя самих, если хотите. И нужно прекратить геноцид собственного народа. Я сейчас говорю об абортах. Надо, чтобы брак был крепче и многодетней. Чтобы душа и голова были здоровее. Чтобы мы любили свою землю. Она вернется, даст Бог. Но только через молитву и длинные годы. Русская церковь ни разу помогала в Косово там и сербам, и сербским монастырям. Вы знаете, что там проблемы постоянно, скажем, в высокодетчинном монастыре. Не хотят им вернуть то, что им принадлежит. И даже и суд принял такое решение, так называемый Косовский суд. Но они не хотят выполнять это. Мы имеем дело с очень сложным противником в данном случае. То есть албанцы это такой специфический противник. И, конечно, какой-то открытости, какой-то доброжелательности сербам ждать здесь не приходится. И Европа потакает албанцам. То есть этого все бы не произошло, если бы Европа не закрыла глаза на армию освобождения Косово, на преступления этнические, на изгнание сербов с насиженных земель, с исторической своей территории. Это все, в общем-то, дело Европы. Идеологически здесь убийцей и организатором преступлений является Европейский Союз. Коллективная Европа. А албанцы просто выступили в роли топора или ножа в руке у европейцев. Европейцы чужими руками нанесли сербам рану. Это дело не албанцев, это дело европейцев, которые именно то, что вы раньше сказали, они видят в сербах некое препятствие для своих глобальных планов, европейских или всемирных. Они видят, что сербы не попадают в эту обойму. Они какие-то другие. У них другие мысли, другая история, другие желания. И вообще они с Россией почему-то дружат. Поэтому они нанесли сербам тяжелую рану, используя албанцев как острое орудие. То же самое, что делает Америка руками Украины против России. То есть Украина здесь не самостоятельная. Это просто какой-то кастет или топор или палка в руках у большого бандита. Большой бандит здесь не Украина. Украина это просто палка в руках у большого бандита. Так что здесь мы имеем дело с какой-то большой геополитикой и опять попадаем под эти тиски истории. Идет ли какая-то дехристианизация Европы? Чем это опасно? Она не только идет, она уже пришла. Она будет только развиваться и усиливаться. И это очень жалко, потому что Европа была в течение долгих столетий богата верой. И все главное сокровище Европы была вера. Это потом уже из веры выросла университет и гражданские права и все остальное, чем Европа там хвалилась. Когда она потеряет веру окончательно, она потеряет все. Это самоубийственные процессы для Европы, самоубийственные. И мы будем видеть это. Это будет на наших глазах. Мы сами будем это видеть. И разница в том, что они не поймут почему это. Недавно в немецком городе Оффенбах прошла порнографическая выставка, в которой на православные иконы, в немецком Оффенбахе, на православные иконы были приклеены, приколотые муляжи, половых органов. Зачем это? Зачем это? Мэр города говорит, это выражение свободы мнений. Перформанс. Перформанс, да. То есть мы имеем право выражать любое мнение, и мы не можем никому запрещать. Потом, если мы в новостях прочитаем, что город Оффенбах смыло наводнением, давайте не будем удивляться за что. И надо будет, потому что мэр, может быть, поймет тогда, например, если что-нибудь случится, не дай бог, да, ну пусть они живут долго, но если вдруг что случится с ними, а случится, ну, что хочешь. Они могут зимой замерзнуть, а весной, ну, уйти вместе с водой. Или там какое-то землетрясение, или пожар, или что-нибудь еще. Не нужно спрашивать за что. Когда Европу охватят пожары и столкновений, и безумие дойдет до последних пределов, и она будет просто исчезать и умирать в агонии. Не нужно спрашивать за что. Европа выгнала Иисуса. Европа просто в шею, в спину вытолкала из своего дома Иисуса Христа. Власть захвачена антихристианами. То есть активными антихристианами. Они не толерантны по отношению к христианству. Они не говорят, ну, хочешь верь, хочешь не верь. Они смеются над Христом. Они выгоняют Христа. Они ненавидят за что-то Христа. И они не понимают, что как только Христос сделает последний шаг за порог и хлопнет дверью, как он сказал евреям, все оставляется, вам дом ваш пуст. Жизнь Европы станет невыносимой. И мы больше не узнаем. Мы уже не узнаем ее. Мы уже ее не узнаем. Те, кто бывает в Европе там время от времени, и имеют возможность сравнить Европу 70-х, Европу 80-х с Европой до 21 века. Все знают, что это другая Европа. Ну, это интересно, потому что они хотят политкорректность и инклюзивность на фоне Рождества. А с другой стороны, вот на границе с Белоруссией и Польшей, мы видим, что они к теми же мусульманами не инклюзивны, а более того, жестокие. Ну, во-первых, они не спросили мусульман, хотят ли мусульмане праздновать Рождество. Потому что мусульмане в большинстве своем хорошо относятся к Рождеству Иисуса Христа. У них даже есть такой вот в арабском языке, такой день рождения Мессии. Эй де Мело де Масих. Есть такое, у них прямо такое, они так и называют Рождество Христово. На арабском языке называется день рождения Мессии. И они не имеют никакого, так сказать, агрессии, какого-то против этого праздника, на самом деле. Если это не Талибан, или, скажем, не ИГИЛ. То есть радикальный ислам, наверное, против. А обычный, там, суннитский ислам, который больше всего представлен у нас в Европе, они ничего плохого против этого не думают. Это их не спросили. Это европейцы прикрываются толерантностью. Они свою ненависть к Христу прикрывают словами о любви к мусульманам, там, или к пришельцам, там, или к индусам, там, или к атеистам. Это нет, это отговорка. Поэтому они, да, они выгоняют Иисуса Христа даже из языка. Они запрещают говорить, там, с Рождеством Христовым, ну, с праздником. Каким праздником? Ну, что это такое? Пока это только приложение. Нет, это уже в некоторых странах принято на уровне закона. Это уже, это имеет уже законодательное воплощение. Вот, и это, конечно, ну, это слезы, что-то. Слезы. Но когда земля уйдет из-под ног, не нужно спрашивать, за что. Ну, будем надеяться, что здоровье сели в Европе все-таки проснуться. Может быть, может быть. Но я в это плохо верю. И вот, вы знаете, что мы потеряли патриарха Иринея, и вот вы говорили о митрополите Амфилохе и его заслугах в Черногории. Вот, как вы с ними встречались, разговаривали, как они вам запомнились, и чем они будут запомнены в истории православия? Мы не потеряли никого. То есть, мы, конечно, никого не потеряли. Мы попрощались на время, но мы встретимся. То есть, из всех наших патриархов, из всех наших митрополитов, и Владыка Ирине, Владыка Милутин, еще был, значит, тоже ушел в это коронавирусное время. За них остались говорить то, что они сделали. Допустим, Владыка Милутин говорит, что раз уж я Милутин, а Милутин, князь, значит, строил храмы каждый год и монастыри. За все, каждый дал обед, сколько лет он будет на престоле, столько стаха. И он тоже строил всю жизнь. И труды их остались. То есть, за Владыку Амфилохи молится Черногорская митрополия, и черногорцы, и сербы. Все помнят его. И вот сейчас, кстати, фильм снят, не так давно, сейчас скоро выйдет на экраны. А Владыке Амфилохи, Небесные ласточки, кажется, называется, как-то так вот такое. И то же самое, значит, и патриарх Ирине, и патриарх Павел, и все патриархи сербские, они где-то вместе, даст Бог, надеюсь, они продолжают Небесную литургию. Да, и вот с нашим новым патриархом Парфирием вы тоже встречались. Пока нет, потому что это пандемия, и мне не было случая еще пока посетить вашу страну. Да, ну будет возможность, да. Вот и, может быть, скажите к Рождеству, приближается Рождество, что вот вы желаете Сербии, сербскому народу к Рождеству? – Первонаперво, я желаю всякой душе христианской почувствовать, что в этот холодный, странный, красивый, но жестокий мир пришел Божий Сын. И мы не одиноки. Чтобы каждая душа почувствовала силу Христа, пришедшего в мир. Христос теперь и спереди нас, и позади нас, и справа от нас, и слева от нас. Христос над нами, Христос под нами, Христос везде. И надо иметь веру Божию. Надо дойти эти последние дни до пещеры Рождества, поклониться младенцу Иисусу вместе с волхвами. А принести Ему подарки нужно примерно следующий. Нужно помириться с врагами, соседями в семье, чтобы никто ни на кого не злился. Нужно принести покаяние во всех грехах, которые совершил в последнее время, и причаститься к телу и крови Иисуса Христа. Нужно обязательно пойти на могилы к своим родным и сказать им тоже «Христос родился». Пусть эти косточки в земле тоже услышат, что Господь с нами. И нужно жить по-божьему. Нужно жить, потому что у нас большего врага, чем грех, нет. И если мы будем воевать с грехом, а Христос будет нам помощником, мы будем счастливые люди. Так что, с Рождеством, дорогие серби, сербины. Мы говорим «Христос и роди» и «Ваистину с роди». «Ваистину с роди», да. Отвечаем так. «Христос с роди», да. Да, спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.